В старейшей школе октября 5-й год не могут решить вопрос перегруженности. Кабинетов не хватает, учебные заведения переполнены почти в два раза. Возмущенные родители давно просят власти возвести пристройку, но, по их словам, часть школьной территории отдали по ДСТО. Ольга Литвина с подробностями. Три года назад школа-гимназия номер 2 отметила вековой юбилей. Изначально здание было рассчитано на 900 детей, сейчас же здесь обучается 1600. Из-за перегрузки в кабинетах сидит по 30 с лишним учеников. А с этого года в учебном заведении открыли еще и инклюзивные классы. Это было очень трудно для школы, дополнительно искать кабинет, дополнительно открывать отдельный класс для инклюзивников. Хотелось бы, чтобы пристройка обязательно была для начальных классов, отдельно, чтобы у них были свои классы, большие, широкие, чтобы спортзал был обязательно свой. Мама и папа рассказывают, в этой школе дают хорошие знания и переводить детей в другие заведения не хотят. Говорят, единственное, чего не хватает в школе, это место. У меня уже здесь вторая дочка учится, и очень хорошее образование первой дочке дали. Я хочу, чтобы эта школа, наконец-таки, чтобы обратили на нее внимание. На 50% переполнена школа, не хватает места. Пристройка бы сильно разгрузила школу, считают родители. С этим вопросом они уже несколько лет обращаются к чиновникам, но власти лишь обещают решить проблему. Мама и папа также выяснили любопытный факт. Оказывается, часть пришкольной территории 17 лет назад продали бизнесмену. Сейчас на этом месте находится СТО. Неожиданное открытие вызвало еще больше вопросов. А на каком основании можно было на тот момент неделимый земельный участок отдать? Это же нонсенс. Для начала должны были поделить этот земельный участок, а после этого уже передавать. В управление образования заверили, сделку 17-летней давности проверят на законность. Что касается разгрузки школы, то проект пристройки уже готов, но все упирается в деньги. На 2023 год мы подали бюджет, соответствующую бюджетную заявку, соответствующие госорганы. Соответственно, она будет рассматриваться на областном Асахата, который планируется заседанием постоянной комиссии буквально на днях. Для дальнейшего финансирования свыше 900 миллионов тенге, стоимость проекта, то есть данное финансирование будет осуществляться за счет местных и республиканцев бюджетов. К строительству обещают приступить уже в следующем году. Всего в октябре 20 переполненных школ. Разгрузить их планируют до 2025 года за счет пристроек и возведения новых учебных заведений.